Мирапа Санидзё, Чикора вор в законе Среди людей с криминальными биографиями, пожалуй, можно выделить типичных воров в законе, у которых за плечами все стандартные вехи воровской жизни, несколько отсидок, первые из которых, еще в советские годы, переезд с Кавказа в Москву, употребление наркотиков, участие в коронациях, попытки заниматься незаконной деятельностью в других странах, и как следствие депортации. Однако даже столь банальная биография, которой обладает Мирапа Санидзё, заслуживает более подробного описания. Юность, увлечение спортом. Мирап Жержакович Асанидзё, обычный уроженец грузинского города Чаатура. Родился он 18 октября 1962 года, и поначалу ничего не предвещало, что паренек станет закоренелым уголовником, в школьные годы его всерьез увлекал спорт, а именно, фехтование. Юноша посещал спортивную школу, которую успешно закончил, а затем сдал экзамен на первый юношеский разряд по фехтованию. Впрочем, на этом его законопослушные увлечения и завершились. Первые уголовные дела и коронация. В 1979 году 17-летний Мирап мог поступать. Оно уже тогда соответствовало непоседливому нраву Мирапа. Вторая ходка последовала сразу вслед за первой. В 1983 году Мирапа Санидзё был осужден уже на четыре с половиной года лишения свободы судом города Чаатура. А во время отбывания этого срока произошло событие, которое добавило еще шесть лет к тем, что Мирапу суждено было провести за решеткой, молодой вор в законе нанес тяжелые телесные повреждения заключенному, который обитал с ним в одной камере. За это в 1986 году суд города Кутаиси и вынес новый приговор. Правда, есть в этом всем один удивительный факт, в этой череде отсидок, не будучи за все десятилетия 80-х и года на свободе, Мирапа Санидзё успел завести жену и стать отцом мальчика. Удивительно это еще и потому, что поваровским понятием, который так рьяно поддерживал Чикора, это было не особо в почете. Зато прозвище свое оправдал уж точно. Задержание в Москве и штраф за наркотики. Годы перестройки, распад Советского Союза, все эти события в жизни общества не особо коснулись Мирапа Санидзё, поскольку все это время он сидел и оказался на свободе лишь в ранних девяностых. Конечно же, он сразу рванул в Москву, правоохранительные органы тогда работали кое-как, и в российской столице активно вершились громкие незаконные дела. Формировались банды, затем бандиты и воры получали контроль за бизнесом в общем для привычного к криминальному образу жизни человека, Москва тех лет могла предоставить массу возможностей. И вот в середине девяностых грузинский законник проворно оформил российское гражданство и обосновался в Москве всерьез. Там у Чикоры завелись влиятельные приятели в воровской среде. Сам он не претендовал на особое лидерство и власть, но активно участвовал в общественных воровских делах типа присутствия на сходках. И неизвестно, как бы сложилась его судьба, чем бы он занимался и какого влияния мог бы достичь. Но все осложнилось тем, что Мирап начал принимать наркотики и попал в их зависимость. Первый раз с имеющимися при себе запрещенными веществами Мирапа Асанедзё задержали весной 1996 года в Москве. Оперативники нашли у него тяжелый наркотик героин в количестве, значительно превышающем дозу для одноразового употребления. По этому факту был суд, но, как ни удивительно, а дело замяли, не доведя даже до условного срока, законник отделался несущественным штрафом. Второе задержание с наркотой произошло спустя целых 10 лет, в конце декабря 2006 года. И снова у Асанедзё нашли героин, почти полтора грамма. И снова органы правосудия проявили неслыханную мягкость, учитывая, что это было уже второе задержание и суд по наркотической статье. Сразу после задержания Чикору не оставили в следственном изоляторе, а выпустили под расписку о невыезде. И хотя впоследствии сторона обвинения пыталась доказать неоправданность этого решения ввиду риска того, что обвиняемый мог бы нарушить расписку, но мера пресечения изменена не была. Районный суд, рассматривавший это дело, вынес решение о том, что в качестве наказания обвиняемый Асанедзё должен выплатить 10 тысяч рублей, то есть вор, у которого нашли тяжелые наркотики, опять заплатил не такой уж большой штраф вместо отбывания срока. Это решение Райсуда в марте 2007 года рассматривалось повторно в Мазгарсуде, но и там признали решение предыдущей инстанции законным и не подлежащим пересмотру. Вместе с тем, есть данные, что в тот период Чикора явно был зависимым наркоманом на тяжелых веществах, появляясь на судах, он выглядел нездоровым и подавленным. Задержание за пределами РФ и депортации В октябре 2009 года Чикору первый раз принудительно депортировали, после задержания в Украине, в Одессе, за нарушение правил пребывания для иностранцев. Затем он проживал в основном в России, но нередко ездил в родную Грузию, принимая участие в различных воровских мероприятиях, сходках и коронациях, за что несколько раз бывал задержан, но без серьезных для себя последствий. Однако в 2018 раз Чикора засветился в СМИ, находясь уже в Европе. Дело в том, что европейские правоохранительные органы провели спецоперацию, направленную именно против кавказского криминалитета и даже названную Кавказская Нормандия. Всего в рамках спецоперации задержали 18 воров в законе, находившихся во Франции и Греции. Порядочных европейцев весьма беспокоили участившиеся квартирные кражи, за которыми стояли незаконно послушные выходцы из стран Кавказа, и были арестованы несколько лидеров банд, действительно этим занимавшихся. В том числе задержали и Мираба Асенедзё, в Греции, в Афинах, где французские власти были готовы депортировать его во Францию, но состава совершенных им лично преступлений, как и доказательств лидерства в преступной группировке, суд греческого города Салоники не нашел, поэтому арест не привел ни к уголовному делу, ни к переезду. Сейчас Мираба Асенедзё все еще находится на свободе, скорее всего, пребывая в странах Евросоюза. Оно уже тогда соответствовало непоседливому нраву Мираба. Вторая ходка последовала сразу вслед за первой, в 1983 году Мираба Асенедзё был осужден уже на четыре с половиной года лишения свободы судом города Чатура. А во время отбывания этого срока произошло событие, которое добавило еще шесть лет к тем, что Мирабу суждено было провести за решеткой, молодой вор в законе нанес тяжелые телесные повреждения заключенному, который обитал с ним в одной камере. За это в 1986 году суд города Кутаиси и вынес новый приговор. Правда, есть в этом всем один удивительный факт, в этой череде отсидок, не будучи за все десятилетия 80-х и года на свободе, Мираба Асенедзё успел завести жену и стать отцом мальчика. Удивительно это еще и потому, что по воровским понятиям, которые так рьяно поддерживал Чикора, это было не особо в почете. Зато прозвище свое оправдал уж точно. Задержание в Москве и штраф за наркотики. Годы перестройки, распад Советского Союза, все эти события в жизни общества не особо коснулись Мираба Асенедзё, поскольку все это время он сидел и оказался на свободе лишь в ранних 90-х. Конечно же, он сразу рванул в Москву, правоохранительные органы тогда работали кое-как, и в российской столице активно вершились громкие незаконные дела. Формировались банды, затем бандиты и воры получали контроль за бизнесом, в общем, для привычного к криминальному образу жизни человека, Москва тех лет могла предоставить массу возможностей. И вот в середине 90-х грузинский законник проворно оформил российское гражданство и обосновался в Москве всерьез. Там у Чикоры завелись влиятельные приятели в воровской среде. Сам он не претендовал на особое лидерство и власть, но активно участвовал в общественных воровских делах типа присутствия на сходках. И неизвестно, как бы сложилась его судьба, чем бы он занимался и какого влияния мог бы достичь, но все осложнилось тем, что Мираб начал принимать наркотики и попал в их зависимость. Первый раз с имеющимися при себе запрещенными веществами Мираба Асанидзё задержали весной 1996 года в Москве. Оперативники нашли у него тяжелый наркотик героин в количестве, значительно превышающем дозу для одноразового употребления. По этому факту был суд, но, как ни удивительно, а дело замяли, не доведя даже до условного срока, законник отделался несущественным штрафом. Второе задержание с наркотой произошло спустя целых 10 лет, в конце декабря 2006 года. И снова у Асанидзё нашли героин, почти полтора грамма. И снова, органы правосудия проявили неслыханную мягкость, учитывая, что это было уже второе задержание и суд по наркотической статье. Сразу после задержания Чикору не оставили в следственном изоляторе, а выпустили под расписку о невыезде. И хотя впоследствии сторона обвинения пыталась доказать неоправданность этого решения ввиду риска того, что обвиняемый мог бы нарушить расписку, но мера пресечения изменена не была. Районный суд, рассматривавший это дело, вынес решение о том, что в качестве наказания обвиняемый мира по Асанидзё должен выплатить 10 тысяч рублей, то есть вор, у которого нашли тяжелые наркотики, опять заплатил не такой уж большой штраф вместо отбывания срока. Это решение Райсуда в марте 2007 года рассматривалось повторно в Мазгарсуде, но и там признали решение предыдущей инстанции законным и не подлежащим пересмотру. Вместе с тем, есть данные, что в тот период Чикора явно был зависимым наркоманом на тяжелых веществах, появляясь на судах, он выглядел нездоровым и подавленным. Задержание за пределами РФ и депортации В октябре 2009 года Чикору первый раз принудительно депортировали, после задержания в Украине, в Одессе, за нарушение правил пребывания для иностранцев. Затем он проживал в основном в России, но нередко ездил в родную Грузию, принимая участие в различных воровских мероприятиях, сходках и коронациях, за что несколько раз бывал задержан, но без серьезных для себя последствий. Однако в 2018 раз Чикора засветился в СМИ, находясь уже в Европе. Дело в том, что европейские правоохранительные органы провели спецоперацию, направленную именно против кавказского криминалитета и даже названную Кавказская Нормандия. Всего в рамках спецоперации задержали 18 воров в законе, находившихся во Франции и Греции. Порядочных европейцев весьма беспокоили участившиеся квартирные кражи, за которыми стояли незаконопослушные выходцы из стран Кавказа, и были арестованы несколько лидеров банд, действительно этим занимавшихся. В том числе задержали и Мираба Асанедзе в Греции, в Афинах, где французские власти были готовы депортировать его во Францию, но состава совершенных им лично преступлений, как и доказательств лидерства в преступной группировке, суд греческого города Салоники не нашел, поэтому арест не привел ни к уголовному делу, ни к переезду. Сейчас Мираб Асанедзе все еще находится на свободе, скорее всего, пребывая в странах Евросоюза. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...